друзья всем привет в этом видео хочу дать небольшую информацию для тех кто покупает краску водно-дисперсионную для потолков глубокую матовую в магазине Leroy Merlin я сам конечно редко занимаюсь маляркой это для меня так сопутствующая работа и поэтому я редко покупаю в общем краску и вот на данном объекте где сейчас я нахожусь мастера которые работали и красили потолок и стены потолок он белого цвета стены такие вот уже добавлен колер и покрашен такой более бежеватый цвет вот взяли вот эту краску л.с. я не знаю конечно брали то они либо сами заказчики ну в общем что я обнаружил но это обнаружилось конечно совершенно случайно я специально этим не занимался чтобы найти какой-то дефект в этой краске но это в общем может дать не дефект но такая вот одна особенность данной краски которая но иногда бывает конечно неприятно нужно помнить и учитывать то что на банке написано краска для потолков они для потолков и стен как многие придумывают потому что я много уже встречал людей заказчиков мои тоже там знакомые были которые покупали эту краску для того чтобы красить стены потому что цена у нее низкая соответственно и думают что и качество по поводу качества конечно ничего сказать не могу красил легла эта краска хорошо то есть закрыла все всю поверхность на которую для которой она предназначалась закрыла она ее хорошо но вот такая вот особенность данной краски есть сейчас я вам покажу и вы сами все поймете так вот она эта комната где сейчас я нахожусь в общем вот это стены покрашены данной краской и он потолок тоже покрашен этой же самой краской что происходит если допустим вот она стена покрашена данной краски и что будет если я делаю вот так а вот что будет рука у меня стала белой почему так произошло вот то я тоже задался таким вопросом почему у меня вдруг рука стала белой вроде краска предназначена для покраски потолков ну возможно и стен она не должна делать так она же это же краска даже не побелка которую помню раньше печи красили в деревнях вот они отставляли такие же следы либо на потолке вот побелки раньше наносили тоже были вот такие же следы но сейчас я вот этой рукой провел по стене она у меня тоже стала белой о чем это может сказать говорить ну не знаю это для меня лично это говорит о том что данная краска вот краска для потолков но ни в коем случае нельзя красить стены потому что если человек проходящий мимо данной стены темной одежде он может просто-напросто ее испачкать но вы представляете если вот допустим кто-то офис покрасил данной краской на в офисе получается всегда ходит толпа народу даже не офис где нет коридор ну все равно люди имеют контакт с такими стенами и получается что одежда у всех кто будет прикасаться до на стене и не только одежда но еще и руки там и остальные части тела то будут также оставлять следы это конечно неприятно поэтому для всех кто покупает данную краску для покраски стен я рекомендую быть осторожней используйте ее только по назначению если написано на банке что краска для потолков то используйте для потолков но для стен возьмите краску ту который предназначен для стен которая не марает одежду не марает руки и не оставлять следы после себя поэтому перед тем как и вы соберетесь пойти в магазин то покупать краску а если вы не специалист в этом деле если вы не маляр либо там не если вы не маляр не отделочник то всегда советуйтесь с людьми которые все-таки знают в этом деле толк то есть которая уже не первый год этим занимается ну либо в магазине спросите у консультанта который тоже в этом же отделе который все-таки знает для чего предназначена данная краска и какой бывает от нее эффект ну что ж ну вот вроде как то все вот изложил всю информацию которую хотел вам изложить вот она вся здесь вот она вся показана на моей ладони вот она вся такая вот белая белая пыль в общем такая вот так что совет мой вам всегда думайте перед тем как что-то взять то есть если вы берете краску до потолков красьте брат красьте это краской потолки есть краску для стен можете красить ее все это уже без разницы так ну что ж на этом у меня вроде все но надеюсь информация это для вас была полезная не зря я все-таки замарал свою руку которая которая сейчас я конечно от мою но одежда все-таки если вы ее заборайте ее будет гораздо сложнее отмыть поэтому вам на будущее вот такой вот видос всем спасибо за внимание смотрите дальше ну не забудьте еще конечно поставить лайк если вам полезно было данное видео и посмотрите другие видео и подписывайтесь на канал перестройка 116 про вот и все спасибо пока